А вы знали, что бейсбол – третья по популярности спортивная игра в мире, и у нас даже есть своя команда? Тем не менее, несмотря на такую популярность, правила этой игры считают уж слишком запутанными. Так что мы заглянули в гости к нашим бейсболистам, попытаемся понять, чем же эта игра завоевала столько сердец. Я люблю бейсбол из-за того, что я очень люблю проводить время на улице. И мне очень нравятся подвижные игры. За то, что это интересно, занимательно. Это очень динамичная игра, и в ней очень много схем. Там не как в футболе, например, просто пинаешь мяч. Там очень много тактик. Самое сложное в этом виде спорта – название ролей в команде. Правда, при минимальных знаниях английского языка все становится понятным. Например, кетчер – значит ловить. Задача этого игрока – поймать мяч. Термин «беттер» означает сильный удар. Собственно, именно поэтому игроку нужно отбить мяч при подаче. После чего «беттер» становится раннером. Суть в том, чтобы занести очки, нужно, чтобы раннер хорошо ударил и пробежал на базу. Занял свою позицию на первой базе, он следующий выходит на вторую базу и на третью. При хорошем ударе можно занять сразу две базы. Потом, когда следующий раннер выходит, отбивает, он отбил, и очко уже заносится в дом. Тогда засчитывается одно очко. Дом – это первоначальная… Это первоначальная доточка, откуда мы выходим, отбиваем мяч. То есть суть игры в том, чтобы как можно больше игроков сумели замкнуть этот круг. Причем бейсбол можно смело назвать игрой на хитрость. Кто сумеет обмануть противника, тот и победил. У бейсболистов есть даже свой язык общения. Напарники на пальцах объясняют друг другу, какой мяч они готовы в данный момент поймать. Даже меня обучили нескольким типам подачи. Кажется, есть во мне задатки бейсболиста. Осталось проверить свои силы в настоящей игре. Тренер предложил занять роль беттера. И сказать честно, играть в бейсбол – это одно удовольствие. Чувствуешь прилив энергии и невероятный азарт. Кажется, эта игра может понравиться даже тем, кто не особо близок со спортом.